Здравствуйте, дорогие участники Всероссийской Олимпиады школьников по немецкому языку! Меня зовут Борисова Светлана Владимировна, и сейчас мы с вами разберем задания школьного этапа для 5-6 классов. Школьный этап Олимпиады по немецкому языку проходил в онлайн-формате. Вам необходимо было выполнить задания по четырем разделам – чтение, аудирование, лексико-грамматическое задание и страноведение. Раздел «Чтение» включал в себя прочтение текста и 10 заданий с выбором альтернативного ответа – верно или неверно. За это задание можно было получить максимально 10 баллов. Раздел «Аудирование» включал в себя аудиотекст и задание с выбором одного ответа из трех предложенных вариантов – А, В или С. За это задание можно было также получить максимально 10 баллов. Лексико-грамматическое задание представляло собой задание на подстановку правильного по смыслу и грамматической форме слова в текст с пятнадцатью пропусками. Слова для подстановки в нужной грамматической форме были уже вам даны, но среди этих слов было два лишних. За это задание можно было получить максимально 15 баллов. Традиционно раздел «Страноведение» был представлен десятью вопросами с выбором правильного ответа из трех предложенных вариантов. Викторина в этом году была посвящена 875-летию города Москвы. За это задание можно было получить максимально 10 баллов. За все правильно выполненные задания можно получить 45 баллов. А теперь перейдем с вами к разделам «Чтение» Лиза Фаштейн. Перед вами текст, который нужно было внимательно прочитать. Задание выглядело следующим образом. Было представлено десять высказываний, которые нужно было оценить как верные или неверные. Давайте разберем, ответы и прокомментируем их. Первое высказывание. Пьер шпилт мит андрен кинден им хофф фусбаль. Ответ фальш. Неверно. В тексте указано. Ви има шпилтен де юнгс им хофф фусбаль. Мальчишки играли в футбол. Пьер девочка. Высказывание 2. «Der Kopf tut Пьер sehr weh». Это высказывание также неверное. Ответ фальш. В тексте сказано. «Schнел лауфен але цу Пьер и волен висе, об ее етвас феи тут. Аба зум глук эс ничц пасиет. Но к счастью ничьего не прозошло». Высказывание 3. «Пьер хат айнен шлюссел ум дэн халс». Эта высказывание верное. Ответ ричтий. В тексте сказано. «Пьер хат етвас ум ї ран халса». Танья ун Т 1941 ен геогни кар деле. «Ара висе эффектии в шлюссел». Игни дляехать. Ответ фальш. Текст сказано. «Вели говорит, увен яшъ� оmän шпирусы вating морскова». Узага 5. Игни fürs психувам Это высказывание правильное, ответы richtig. В тексте говорится. Aussage 6. Высказывание шестой. Томик fällt oft hin, denn er vergisst über die Glaskugeln. Это высказывание неверное. Ответ falsch. В тексте сказано. Aber es kommt kein Einbrecher, sondern immer nur Томикс Папа. Und er trifft auf die Glaskugeln und fällt hin. То есть не Томик падает, а его Папа. Aussage 7. Высказывание шестой. Am Abend geht Pierre allein nach Hause. Das ist richtig. Правильно, ответ richtig. В тексте «Die Kinder gehen nach Hause, jetzt ist Pia ganz allein. Sie nimmt ihren Schlüssel, öffnet die Wohnung» и так далее. Aussage 8. «Вилли bringt Pia Käsebrote gegen Angst. Das ist richtig!» Ответ Верна. В тексте говорит sie «Dann kommt Вилли, er hat zwei Käsebrote, denn Essen ist gut gegen Angst». Aussage 9. «Pia und ihre Freunde sehen zusammen fern. Das ist richtig! Sie setzen sich alle vor den Fernseher. Aussage 10. Pia hat keine Angst, denn sie hat die Glaskugeln von Tomek. Das ist falsch! В тексте говорит sie «Wie schön, jetzt ist sie nicht mehr allein, darum hat Pia überhaupt keine Angst». То есть она перестала бояться, потому что уже была не одна. Следующий раздел «Аудирование». Давайте прочитаем задания, ответим на них правильно и прокомментируем. Задание 1. «Franciska erzählt über…» Правильный ответ C. «Ihren ersten Tag in der neuen Schule». Что мы услышали в тексте? «Ich stand vor dem Klassenzimmer. Das war mein erster Tag in der neuen Schule». Задание 2. «Franciska kannte…» И ответ A. «Niemanden in der Klasse». Она никого не знала еще в классе. Что мы услышали в тексте? «Ich sah viele Jungen und Mädchen an den Tischen sitzen, kannte aber niemanden». Задание 3. «Franciskas nachbarin war ein Mädchen mit kurzen…» И правильный ответ C. «Roten haaren». В тексте было следующее. «Ich folgte Frau Wieber zu einem Tisch, an dem ein Mädchen mit kurzen roten Haaren saß.» Я пошла за госпожой Weber к столу, за которым сидела девочка с короткими рыжими волосами. Задание 4. «Franciska weinte, denn sie…» И правильный ответ A. «Hatte keine Stifte im Mäppchen». Что было в тексте? «Ich zog mein neues lila Mäppchen aus dem Schulranzen. Ich wollte meinen neuen schwarzen Stift herausholen. Doch das war Lea. Но, к сожалению, da, он был пустой. Пенал был пустой». И задание 5. «Der vorname Fehlia bedeutet auf Deutsch» и правильный ответ B – Hilfe. В тексте говорилось. «Fählia bedeutet die, die anderen hilft». Или означает та, которая помогает другим. За правильно выполненный раздел аудирования можно было получить 10 баллов. То есть за каждый правильный ответ по 2 балла. Следующий раздел. «Lexik und Grammatik». В данном задании нужно было вставить в пропуске, в тексте слова, которые уже даны в правильной грамматической форме. Давайте посмотрим ответы и прокомментируем их. Первый пропуск. «Das Museum hat übrigens einen wettbewerb für» – правильный ответ «schulen» – «gestartet». В данном пропуске требуется употребить существительное «schulen» во множественном числе, потому что речь идет о конкурсе для школ. Это слово сюда подходит лексически и грамматически. Второй пропуск. «Да» – правильный ответ «канн» – «ман бюся гевиннен». В этом пункте отсутствует спрягаемый глагол «канн». Модальный глагол «канн». «Да kann man» – «да можно выиграть». Пропуск номер три. «Die» – правильный ответ «aufгабе» – «ист eine Ausstellung vorzubereiten». Слово подходит по смыслу и грамматически. Мы видим, что здесь артикль женского рода, единственного числа, сказуемое в единственном числе, значит, это точно у нас. Женский род – единственное число. Слово «aufгабе» подходит у нас лексически. Пропуск номер четыре. «Ворüber» – правильный ответ «волн wir eine Ausstellung machen». О чем же мы хотим сделать выставку? Слово подходит и по смыслу, и грамматически. Модальный глагол «волн» – мы видим, что на конце данного предложения есть смысловой глагол в начальной форме, в форме инфинитив, поэтому на втором месте нам нужен был именно модальный глагол. Пропуск номер пять. «Die ganze» – правильный ответ «klasse lacht». В данном пропуске требуется употребить существительное в единственном числе. Слово подходит по смыслу и грамматически. Пропуск номер шесть. «Га» – правильный ответ «kaine» – zu schlechte idee. По смыслу и грамматически подходит именно отрицательное местоимение «kaine». Ну, не такая уж плохая идея. Пропуск номер семь. «Das kann ja wohl nicht va?» И ответ «sein». В данном пропуске по контексту подходит глагол, неспрягаемая часть сказуемого. Этого не может быть. Пропуск восемь. «Das» – правильный ответ «heißt» «nicht nur über Torben, verbasset sich Frau Reisig». Здесь нужно было употребить глагол в третьем лице единственного числа. «Das heißt» – переводится, как «это значит». Пропуск девять. «Sondern über jeden einzelnen» и правильный ответ «aus» – der klasse. В этом пропуске отсутствует предлог «aus» – из класса. Пропуск десять. «Und sie ist nicht die einzige, die große – augen macht». Слово подходит по смыслу и грамматически, потому что выражение «grosse augen macht» переводится как «удивляется». И она не единственная, кто удивляется. Пропуск одиннадцать. Правильный ответ «jeder». «Jeder bringt bis Freitag etwas mit». Слово подходит по смыслу и грамматически каждый приносит в пятнице что-то с собой. Пропуск номер двенадцать. «Ettwas, das typisch für euch ist und nicht» – правильный ответ «fielen darf». В данном пункте отсутствует неспрягаемая часть сказуемого послемодального глагола «darf nicht fehlen». «Что-то, что не должно отсутствовать». Пропуск тринадцать. «Es sollte aber etwas ganz wichtiges sein. Ein zentrales Stück aus eurem Leben». По смыслу и грамматически в этом пропуске нужно добавить притяжательное местоимение. Второе лицо – множественное число. «Anna rutscht aus dem...» И в четырнадцатый пропуск мы вставляем слово «stuhl» hin und her. Данное слово подходит по контексту. «Anna jörzit» на своем стуле. «Irgendwie» – в пятнадцатом пропуске правильный ответ «gefällt» и «frau reisig's idee». В этом предложении нам нужен глагол, сказуемый в третьем лице единственного числа. «Ей», то есть девочке, нравится идея. За все выполненное правильно это задание можно было получить 15 баллов. И традиционно завершается комплект заданий разделом по страноведению «Landeskunde». Здесь 10 вопросов с тремя вариантами ответа. Нужно выбрать правильный. Итак, первый вопрос. «Wan wurde Moskau gegründet?» «Когда была основана Москва?» И правильный ответ «a». 1147 в 1147 году. Второй вопрос. «Wer ist der Gründer von Moskau?» «Кто является основателем Москвы?» Правильный ответ «c. Juri Dolgoruki». Третий вопрос. «Welches Theater ist das Symbol von Moskau und ist auf dem 100-Trubelschein abgebildet?» «Какой театр является символом Москвы и изображен на 100-рублевой купюре?» Правильный ответ «c. Polschoi Theater». Вопрос четыре. «Welches Denkmal wurde 1818 als erstes Denkmal in Moskau aufgestellt?» «Какой первый памятник появился в Москве в 1818 году?» И правильный ответ «b. Minin und Pujarski Denkmal?» Вопрос номер пять. «Wer war einer der Gründer der ersten Schokoladenfabrik in Moskau?» «Die jetzt Rothe Oktober heißt?» «Кто был одним из основателей первой фабрики по изготовлению шоколада в Москве?» «Который теперь называется Красный Октябрь?» И правильный ответ «b. Theodor Ferdinand von Einem». Вопрос шесть. «Wie heißt der Park im Südosten Moskau?» «Как называется Park на юго-востоке Москвы?» И правильный ответ «a. Düsseldorfer Park». Вопрос семь. «Was символisiert die Skulptur von Hans und Maschenka, zwei танzenden Kindern in Moskau, Stadtteil Красная Пресня?» И правильный ответ «b. Ewige Freundschaft». «Что символизирует Skulptura Gans und Maschenka, двое танцующих детей, в Московском районе Красной Пресне?» И правильный ответ «b. Ewige Freundschaft – вечная дружба». И правильный ответ «b. Ewige Freundschaft – вечную дружбу». Вопрос восемь. «Welche deutschsprachige Zeitung gibt es zur Zeit in Moskau?» «Какая немецкоязычная газета сейчас существует в Москве?» И правильный ответ «c. Die Moskauer deutsche Zeitung». Вопрос девять. «Welche deutsche Stadt ist keine Partnerstadt von Moskau?» И правильный ответ «b. Bremen». «Город Bremen не является городом-партнером Москвы». И вопрос номер десять. «Wessen Namen trägt der Musiksaal im Hauptgebäude des Polschue Theaters?» «Чье имя носит музыкальный зал в главном здании Большого театра?» И правильный ответ «a. Ludwig van Beethoven». Это задание оценивается максимально в десять баллов. Таким был школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку в этом году для пятых и шестых классов. Мы желаем вам удачи и новых успехов в изучении немецкого языка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова «Доскому языку корректор А.Егорова »